Добрый вам судебный. Судебный? 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 Да. Савру Юрий Николаевич. Вы, Карина? Такие слова в 6 утра не самое доброе начало дня. Сегодня под прицелом злостные неплательщики штрафов за парковку. Я как раз оплатила и у меня эти оплаченные штрафы лежат в машине, если честно. Только я оплатила не всю, а часть, потому что я получила зарплату недавно. Долгов у Карины сейчас как раз осталось на 10 тысяч. Положенный по закону срок оплаты девушка пропустила. У нас принудительные меры. Какие? Арест имущества. Добровольно ознакомливают, если это касается штрафа, 10 дней на обжалование и 60 дней на добровольную оплату. После чего поступает в службу судебных приставов на исполнение. После визита мужчин в болотной форме у должника есть 5 дней на погашение задолженности. В залог того, что в этот раз он расплатится, приставы опечатывают имущество, которое приблизительно соответствует сумме долга. Мы арестуем у вас телевизор с правом пользования. То есть он остается у вас. Если через 5 дней Карина не разберется с долгами, то телевизор пустят с молотка. Оплата за него пойдет на погашение задолженности. А если Карина не откроет дверь, то лишится права выезда за границу. Очень много должников, которые не оплачивают, либо которые избегают. Соответственно, как одной из обеспечительных мер и мер поминутительного исполнения, приходится и ограничить выезд, и накладывать арест на счета. И таких невыездных в России уже 820 тысяч. Плюс еще 6 миллионов на грани внесения в черный список. Причем иногда должники могут не знать о своих просрочках. Почта может не дойти, а приставы не достучаться. Около 10 квартир мы обошли сегодня. Застали только одну должницу. И такая ситуация обыденна. Чтобы не развернули на паспортном контроле, лучше за месяц проверить свои задолженности на сайте судебных приставов. fsp.rus.ru Это могут быть и коммунальные услуги, и алименты, и кредиты. И оплатить их нужно не позднее, чем за две недели до поездки. Полгода я сначала их откладывала, а потом меня уволили. У меня тогда не было такой возможности. У меня тогда было два кредита. В таком случае от приставов тоже бегать не стоит. Достаточно направить запрос о том, что сейчас вы не способны погасить долги полностью. И выплаты растянут. Судебные взыскатели могут прийти в любой момент. Чаще всего они появляются с 6 до 8 утра и после 8 вечера. Сегодня в Москве прошел рейд по должникам за паркинг. А два дня назад в Клину навещали не оплативших коммунальные услуги. Дарья Дементьева, Анатолий Харламов. Новости 360.